Так, ну что, вывод, вылуп, я так думаю, все-таки более 50%, что уже неплохо. Прошли всего лишь сутки, двое суток они лупятся, но мне не нравится уже, как последняя лупица. Плюсился нагрев. Так, 50 я вот забрал в ламбу, в ламбе тут они вообще отдыхают. Такие уже обсохли, крепенькие, они тут носятся. Здесь стекло стоит, здесь у них открытая сетка, здесь пока закрытая. Температуру, как видите, по 38 градусов показывает, ну податчик у меня 35 показывает, не знаю. Это равномерный нагрев. Смотрите, до поилок они уже суточные достают прекрасно, до ниппельных. Чашки садятся, то есть купается кто-то там вообще. Ну я вообще вот наблюдаю, как они в ламбе себя ведут, совершенно по-другому, чем в этом рубере. В этом они как-то вот не особо активны, ну хотя тоже они все по засране тут. Ну а здесь прямо такая активность у них начинается. Прыгают, суетятся. Резко сплохо наводится. А, вот так вот. Корма им тут насыпал. Не ставил, ставить коробки всякие, нет смысла никакого, они в них залезают. Проще вот так вот на пол рассыпать. Здесь у меня пеленки постеленные, размер 60 на 40. Получается 10 пеленок всего в этот брудер, в лампу входит. 10 пеленок, то есть на 5 дней я могу просто пеленки... О, они прямо за камерой. Обалдеть, они прямо видят меня. И они прямо хотят, чтобы я их снимал. Я в шоке. Хопа, переводим сюда. Ну, побежали. Маму ищут, короче. Маму, папу ищут кого-то, не знаю. Там вон группа спит уже. Не, ну брудер шикарный, конечно. Это вот для малышни самое то. Все, поменял им ввод. А, второй недостаток вам бы забыл сказать. Вот бачок, да, у вас. Бачок я взял здесь по остаточному принципу какой-то. Даже дырку одну пришлось закрывать. По-моему, это с клеточной батареей бачок. Неудобный я взял. Смысл в чем? Смотрите. Если бачок прозрачный, это удобно. Всегда видно уровень, да? Уровень воды, сколько вам подлить. Но! Берегите его от прямых солнечных лучей. Этот бачок. Потому что, когда попадают солнечные лучи на него, вода начинает свистеть. А что значит вода цветет? Там развиваются бактерии. Да, это живая вода на самом деле, а не мертвая. Как все говорят. Почему в святой воде никогда ничего, она не цветет? Потому что она мертвая, святая вода. Святая вода, она содержит иона серебра, который убивает всякую жизнь. Иона серебра, получается, при облучении солнцем, максимальной радиации солнца, там получается ион из серебра, она получается как дистиллированная. Там вся жизнь убивается. Вот эту святую воду считают святой водой, которую жизнь дает. На самом деле это мертвая вода. Там никакой жизни никогда не родится. А когда вода на свету стоит из-под скважины, там откуда-то набранная, она всегда у вас зацветает. Там начинают расти водоросли, там развивается жизнь. В принципе, и человек оттуда тоже развился. Вот такие мифы, так вас дурят. Говорят одно, на самом деле все по-другому. Так что, когда вода цветет, это живая вода. Любой цветной водой полейте. У меня, допустим, стоит ванна, там резко, там это воды, не знает, цвела-перецвела. И арбузы поливают и водой. Они мне сейчас будут наливаться эти арбузы. Так что жизнь там, где есть цвет. А там, где ничего не цветет, там нет жизни. Вот так вот. Знаете это. Знаете, что вас обманывают. О, в чашки улюбились. По два прямо. И между чашками. Какая лафа вам здесь. Ну, 50 штук я зарядил пока в ламбу. Ну, просто кайф. Приятно просто даже посмотреть на них. Ну, а эти пока в Запорожцу, да. Что делать-то? В Запорожье с той же темы. Водички нам надо подлить. Тоже носится. Влажность тут уже высокая у них. Поднимается. Так, вентиляция работает. Видишь, когда работает. Воды достаточно. Ну, чуть более 50 здесь. Еще у меня в инкубаторе сидят. Оттуда я их заберу. По максимуму сегодня. Увлажнитель, в принципе, тоже. После суток можно забирать. Он не нужен. Если много сидит. И если вот такая вот дудка с водой. В принципе, влажность всегда держится выше 50%. Поэтому вот эта тема не нужна. Если у вас меньше, там 30-40 цыплят. Ну, тогда да, можно увлажнитель поставить. А так он только место занимает. Смысл у меня нет особого. Вот ламба у меня без увлажнителя. И влажность там порядка 45-50%. Этого достаточно. Я попробую внутри снять еще. Не стал никакие петли делать. Тут все просто. Все на распоре. Ну, красавица. С ладонным бандитов у нас нет. Все, нет смысла нет. Да? Жирненькие прям хорошие уже стали. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok